здравствуйте друзья сегодня я расскажу как контролировать расходы на ремонт и делать это можно по-разному сразу же к делу первый способ он самый легкий хотя его даже способом назвать сложно он заключается в том чтобы весь ремонт ничего не делать а под конец похватиться и начать судорожно собирать чеки вспоминать где и что вы покупали и этот способ он не только самый легкий он еще и самый тупой потому что большую часть информации вы просто потеряете вот это вот обычный отчет по объекту причем вот это это только черновые материалы посмотрите сколько их здесь и представьте что это у вас нигде не записано и прикиньте сколько из этого вы сможете вспомнить но например через полгода дальше второй способ заключается в том чтобы наоборот самого начала с первого дня ремонта скрупулезно собирать все чеки а затем в конце ремонта все это посчитать и за неимением лучшего этот способ является самым правильным но во первых разобрать целый картофельный мешок чеков а именно столько и скапливается в конце ремонта а затем сложить все это на калькуляторе это достаточно сложно во вторых эту информацию очень неудобно анализировать вы знаете только итоговую сумму и не понимаете а сколько было потрачено черновые сколько на чистовые сколько на сантехнику а сколько на электрику в третьих этот способ подходит только для подведения общего итога а вот если в середине ремонта у вас спросить а сколько вы уже потратили вы сможете так сказать я не знаю сколько я потратил но у меня уже есть пол картофельного мешка с чеками но и в четвертых самый главный минус этого способа в нем учитываются не все расходы только те на которые у вас есть чеки то есть если вы нанимаете например для демонтажа дешевую рабочую силу вы расплачиваетесь наличкой по факту и чеков нет нанимаете грузчиков расплачиваетесь наличкой чеков нет взяли на рынке доставку вам привезли вы расплатились по факту чеков опять нет ну и так далее дальше третий способ это поручить контроль за расходами исполнителя ремонта этот способ я бы сказал самый рискованный потому что если в руках исполнителя оказываются и деньги и контроль за ними он по-любому будет барыжить ну то есть покупать по одной цене а чеки брать по другой чтобы оставить себе разницу в цене а самое прикольное в том что в итоге все это сведется ко второму способу то есть когда дело дойдет до отчетов исполнитель принесет заказчику вот такой вот картофельный мешок с чеками вывалит и скажет вот все что я покупала дальше сами разбираете то есть получается тот же самый геморрой только еще и с накруткой дальше четвертый способ это найти исполнители у которых стоимость черновых материалов является фиксированный ну например 10 тысяч рублей за квадратный метр а самим взять на себя учет только чистовых материалов то есть там напольного покрытия дверей обоев плитки чистовой электрики ну и мебели и минус у этого способа все те же очень мало информации для анализа оптимизации и уменьшения этих расходов ну и плюс очень сложно найти компанию которая при фиксированной цене будет закупать качественные материалы то есть представьте что у вас квартиру например 70 квадратных метров и вы договорились с исполнителем что черновые будут стоить 10 тысяч за метр то есть 700 тысяч за всю квартиру вряд ли исполнитель купит вам материалов на 800 тысяч наоборот он будет покупать материалы подешевле 1000 на 500 чтобы остальные 200 положить себе в карман и поэтому работать с фиксированной ценой на черновые материалы можно только с очень надежной компании которая дает длительную гарантию тогда у вас есть хотя бы небольшая надежда на то что они купят качественные материалы чтобы потом не перейдем этот ремонт по гарантии а вот если вы работаете с непроверенной компании или нанимаете рабочих напрямую то фиксировать цену на черновые материалы нельзя ни в коем случае и уж тем более нельзя поручать контроль за расходами этому самому исполнителю ну а теперь пятый способ тот самый который использую лично я и который использует все мои заказчики речь пойдет о специальном отчете формате excel в конце видео я расскажу где эти файлы можно скачать этот отчет состоит из нескольких листов 1 это сводная таблица в которую стекаются данные со всех листов вся информация здесь разделена на 4 блока основные расходы второстепенные расходы работы и баланс основные расходы это такие затраты без которых ремонт невозможно закончить и начать его эксплуатировать это черновые материалы чистовые материалы электрика сантехника окна и балконы потолки и двери дальше второстепенные расходы это покупки которые можно сделать доход через год после окончания ремонта это внутренние блоки кондиционеров встроенная кухня мебель техника люстры светильники а также все аксессуары то есть полочки зеркала шторы и другие подобные вещи и также к второстепенным расходам относятся затраты которых в принципе может не быть ну например отопление на некоторых объектах систему отопления нужно менять целиком а иногда она находится в прекрасном состоянии в этой графе вообще будет 0 дальше следующий блок это работы здесь есть общая сумма заработать согласно проекту здесь есть уже выплачена исполнителю сумма есть остаток дальше четвертый блок называется баланс здесь указано сколько денег заказчик уже отдал мастеру на материалы сколько мастер из них потратил и сколько у него осталось на руках теперь расскажу о том как устроены сами листы каждый лист это по сути обычная таблица в первый столбец вводится дата во второй наименование товаров третье количество а в 4 цена за единицу сумма считается автоматически также есть дополнительный столбец в который можно написать какое-нибудь примечание дальше после ввода всех позиций закупка закрывается то есть мы пишем в конце доставка и погрузка разгрузка а затем вводим их стоимость в отдельном столбце затем все эти закупки суммируются считаются и выводятся на первый лист и на этом рассказ про сам отчет в принципе можно заканчивать он работает вот так вот просто есть таблицы в которые вводятся данные есть первый лист на который эти данные выводятся а теперь расскажу про удобные фишки которые я в этот файлик включил во первых если в столбец с товарами ввести слова доставка или погрузка они автоматически станут красными это сделано для того чтобы визуально отделить закупки друг от друга дальше шапка листа всегда остается вверху таблицы то есть даже если вы прокрутите вниз вы всегда будете видеть название каждого столбца и при этом в самой первой строке одна ячейка покрашена в зеленый цвет то есть если вы не видите зеленую ячейку значит часть данных уехала под шапку если они вам нужны просто прокрутить их обратно дальше все форму на всех листах защищены то есть максимум где вы можете ошибиться это приводит данных но при этом такую ошибку можно будет очень легко найти а вот если вы случайно сотрете формулу то вы можете легко потерять и 100 тысяч рублей поэтому формула всегда нужно защищать именно поэтому я их защитил дальше следующая удобная вещь это итог листа который я тоже вынес в шапку когда список достаточно большой приходится очень долго крутить вниз чтобы посмотреть итоговую сумму поэтому я вынес верхнюю часть все три важных цифры отдельно материалы отдельно доставки и погрузки а также сумму которая получится если их сложить вместе дальше на каждом листе в левом верхнем углу есть ссылка на первый лист это очень удобно потому что позволяет не тыкать по маленьким ярмычкам внизу листа кроме этого все надписи на первом листе тоже являются ссылками и ведут на соответствующий лист теперь расскажу еще о трех листах которые структурированы ну немножко по-другому во первых это лист организационные расходы на самом деле он не сильно отличается от других вводим название расхода вводим количество и цену стоимость также считается автоматически и также сюда стекаются суммы всех доставок и погрузок разгрузок с других листов это также видно по формуле дальше следующий важнейший лист это платежи здесь все на самом деле тоже очень просто и логично в первый столбец вы вводите дату дальше если это деньги на материал вы вписываете их во второй столбец а если это деньги на работу в 3 внизу считается сумма по каждому столбцу и считается общая сумма платежей и отдельно обратите внимание на самый последний столбец обязательно его заполняйте и всегда привязывайте платежи каким-нибудь событием но например мы отдавали 200000 когда приезжали на объекты принимали ванну по своей практике скажу вот эти вот простые записи очень сильно помогает вспомнить ситуацию когда что-то забылось и помогает избежать очень многих споров и проблем дальше следующий лист называется перерасход этот лист просто необходим для того чтобы найти причину выхода за рамки запланированного бюджета ну например если вы покупаете штучный паркет вместо ламината пишите сюда цену ламината пишите цену паркета а разница в их цене это и есть тот самый перерасход та самая сумма на которую вы вылезете за те деньги которые заранее запланировали ну и в завершении этого видео вернемся еще раз к первому листу здесь все считается автоматически еще раз повторюсь за исключением одной ячейки стоимость работ вы обговариваете с исполнителем и вводите сюда вручную затем вы оплачиваете его работу то сделать им какие-то платежи и вносить их на лист с платежами и все что вы внесете в столбец с работами автоматически будет считаться вот в этой вот ячейки а также автоматически будет считаться сколько вам еще предстоит заплатить за эти работы и на этом с данным отчетом все теперь кратко расскажу о второй версии отчета она построена по тому же принципу но при этом значительно проще здесь всего лишь две категории основных расходов три категории второстепенных а также те самые организационные расходы платежи и перерасход этот отчет гораздо менее подробный но зато по нему гораздо проще восстановить хронологию закупок потому что даты идут одна за другой они скачут по листам потому что как правило сначала идет много закупок черновых материалов а после закупаются чистовые и поэтому восстановление хронологии закупок по этим двум листам будет достаточно простым и логичным и каким из этих отчетов пользоваться решать только в скачать любой из них да хоть оба сразу вы можете на сайте 3208 бру в разделе закупка материалов а у меня на сегодня все заполняйте отчеты правильно и всегда будьте в курсе финансовой ситуации да пребудет с вами отсутствие лишних расходов а с вами как всегда был алексей земсков до новых встреч алексей земсков до новых встреч